Шалом, дорогие друзья! Ближайший шаббат называется Шаббат Шекелей. Почему? Потому что на этот шаббат мы будем с вами читать, как в прежние времена, во времена храма, когда здесь стоял первый и второй Иерусалимские храмы, весь народ скидывался по половинке шекеля, чтобы каждый человек имел прямое отношение к общественным жертвоприношениям, и они могли помогать ему, очищая его душу. Все комментаторы спрашивают, хорошо, это очень логично, что каждый должен скинуться и дать какую-то часть на общественные жертвоприношения, но почему именно половинка? Почему не целый шекель? Что здесь сказано? Почему написано давать именно половину? Говорят наши мудрецы, что каждый человек, который еще не женился или не вышел замуж, он называется только половинкой. Он несовершенный, и только после свадьбы мы с женой становимся одним целым, совершенным, завершенным творением. Поэтому муж до свадьбы это половинка, и жена до свадьбы это половинка. Из-за того, что эти шекели, которые мы скидываемся, они пришли искупить грех золотого тельца в том числе, а грех золотого тельца, как мы знаем, совершили только мужчины, женщины не участвовали в этом тяжелом грехе. Получается, что только мужчины нуждаются в искуплении, а мужчина это половина организма, поэтому Тора говорит, не нужно скидывать целый шекель, жена тут ни при чем, давай половинку шекеля, чтобы искупить тебя, мужчину. Поэтому мы даем только половину шекеля. Удивительный момент. Во-первых, мы должны знать, что до свадьбы мы только половина, а во-вторых, мы должны знать, что женщины не участвовали практически в этих всех грехах, которые были во времена египетского рабства и первого большого освобождения. Женщины в Египте, в отличие от мужчин, хотели создавать семьи. И когда мужчины говорили, зачем жениться, зачем рожать детей, все потеряно, нам хана, говорили женщины, нет, Всевышний нас избавит, мы должны рожать детей. Женщины, когда выходили из Египта, они знали, что откроется море, и они взяли свои музыкальные инструменты. Они верили и знали, что будет дарование Торы великое чудо, великий подарок с небес. Они к этому готовились. Женщины во все времена были намного выше мужчин в духовном плане. Давайте вспомним семью праотцов. В споре Авраама и Сары, Всевышний говорит, Сара права. В споре Ицхака и Ривки, кому давать благословение, Эсаву или Ицхаку, Всевышний сказал, Ривка права, благословение идет Якову. В споре Якова и Рахель, нужно ли так жениться на Лее, Всевышний сказал, что Рахель права, нужно взять в жены также и Лею. Во все времена женщины всегда были выше-выше мужчин. Пророческий дар праматерей был намного выше, чем пророческий дар наших праотцов. Женщины не грешили во времена Золотого Тельца, и им не нужно скидываться половинку шекеля. Поэтому каждая женщина должна знать, что от нее зависит духовный уровень семьи, от нее зависит духовный уровень ее мужа, ее детей. Каждая старшая сестра должна понимать, что на ней очень большая ответственность, потому что ее сердце намного более расположено служить Богу, чем сердце ее братьев, и она должна им помогать. Великое значение женщины в семье. Кстати говоря, в этот шаббат, когда мы будем читать про половинку шекеля, тем самым напоминая себе о величии женщин, мы должны знать, что совсем скоро 8 марта, международный женский день. Совпадения? Не думаю.